Всем привет! С вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзорчике малюсенькая корейская забегаловка. Настолько малюсенькая, что здесь в основном народ даже не сидит, а приезжает здесь что-то забрать. Ну, то бишь на вынос. Наверное, и по телефону можно. Другими словами, мы-то здесь как раз посидим и попробуем достаточно много блюд, потому что здесь очень невысокие цены. Менюшка здесь небольшая, она на планшете, соответственно, я что-то так примерно понимаю, что интересненькое и необычное может быть. Мы попробуем, натыкал, нам принесли это все очень быстро. Ну, обслуживание действительно, мы, не знаю, вступление сняли, 5 минут посидели, а у нас уже все блюда здесь. То есть, серьезно, готовят очень быстро. Так что, скорее всего, это действительно очень на вынос предполагается. Соответственно, давайте мы тоже быстренько и начнем. Начнем с чего-нибудь простецкого, типа наггетсы, вроде как в кляре. Специальный соус для них тоже есть. Давайте заценим. Вот, казалось бы, такое простое блюдо, как наггетсы, но что от этого блюда я прежде всего жду? Ну, само собой, должно быть сочное внутри, то есть не сухомятка. А во-вторых, я надеюсь, что соус меня каким-то образом может быть удивит. Вот и посмотрим. Мягко, сочно, да? Соус горчичный. Вы знаете, неплохо. Вот обычно такой, съел наггетс, вроде что-то, ну как бы обычненько. Здесь есть свой прикол. Мягко, неплохой горчичный соус. Здесь еще второй есть, но он продается просто так, что это я не знаю. Типа соеву со сладостью. Вот не докопаться. Прям очень хорошие наггетсы. Рома, обязательно пробуй. Ну, действительно, вкусные. Я не особо голодный, но, блин, вкусно. Молодцы. Кляр хороший, вкусный, здесь соусы ничего такие. Друзья, напоминаю, что ролики сейчас в основном выходят благодаря вашей поддержке. Для поддержки канала есть несколько возможностей. Первое, это, конечно же, просто разовый донат. Огромное вам за это спасибо. А также можно оформить подписку на Бусти или Патреон. Что получаете вы на них? Первое, все ролики там без рекламы и каких-либо интеграций. Второе, это, конечно же, ранний доступ накануне выхода для всех. И третье, упоминание в финальных титрах с благодарностью. А если у вас высокие уровни подписки, с особенным оформлением этой благодарности. Чтобы все видели, благодаря кому выходят ролики. Спасибо вам. Блин, либо я очень голодный, но, по-моему, это охренеть как вкусно. Ну, вот типа того. О, давай, кимчихи еще тоже. Во-первых, меня радует, что там не куриная паста внутри, перемолотая, а настоящая курица, причем сочная. Да. Кляр очень вкусный и соус тоже очень вкусный. А вот кимчиха, на мой взгляд, чуть-чуть хромает, потому что, ну, это прям свежая кимчиха, то есть она еще не настоявшаяся, такая неядреная. У меня туинжина, она совсем недавно приготовила кимчи, как раз к Новому году. Сейчас идет вот это вот 10 дней Нового года. И, соответственно, она наготовила там тазы этого кимчи, Ромка попробовала, кстати, ему тоже понравилось. Зацени здесь, ну, это совсем-совсем свежая. Знаешь, она такая неядреная, не ферментированная, еще ничего такого. Ну, мне бы очень хотелось знать, сколько они стоят, я бы сюда заезжал. Наггетсы отличные, здесь вопросов нет. Кимчиха, на мой взгляд, хорошая, ну, просто вот прям совсем-совсем с пылу с жару, как говорится, не знаю, вчера замесили. Прикольно похрустеть, но остроты, если ожидают кимчи, здесь ее нет совсем. Ну, короче говоря, недавно приготовили, еще не настоялось. Едем далее. Ну, вот узнав цену наггетсов, в принципе, могу сказать, ну, как бы, они своих денег стоят. Вот, это вот однозначно, то есть, 115, цена такая, знаете, вроде не особо дешево, но зато курочки там нормально, вот Ромка сидит, подъедает, соответственно, вроде как ничего, не знаю, кусочков там 15 где-то, наверное, есть, в принципе, на это наешься. То есть, взял еще напиточек какой-то, такой перекусил, если захотелось наггетсов, то отлично. Следующее у нас блюдо, рис с лапшой и каким-то мясом, стоит оно 95 тысяч, и, как обычно, здесь специальный соус, давайте заливать. О, густой, я думал, он покапает, но ничего, мы вот так справимся. Ну, я очень много так не буду, прям весь вываливать, я думаю, что и так хватит. О, чувствуешь? Слышишь аромат, Ром? Это ядреный соус. Окей, я вас понял. Допустим. Вот так. Попробуем. По аромату напоминает ферментированный тофу, но не знаю. Ну, это вот точно необычная хреновина. Определить ее однозначно, я имею в виду, соус не могу. Необычно, неплохо. Молодцы, что подают отдельно, на самом-то деле, потому что, ну, далеко не каждому зайдет. Это такая, знаете ли, необычная штуковина. Мяско. Тоненько порезанная свинина, в принципе, неплохо. И тут еще есть лапша. Слушайте, а тут прям мяса с лапшой много. Я думал, здесь парочка кусочков мясинки на поверхности, а вы посмотрите. Вот если лапшу отодвинуть, то вот, здесь кругом мясо. Прям очень даже хорошо. Ну, то есть, вот это блюдо уже полноценное, прям наестся. 95, еще дешевле наггетсов. Ничего себе, как говорится. Ну и хайф. Вот, так. Ну вот мы уточнили, это все-таки не свинина, а говядина. Ну, впрочем, такие малюсенькие кусочки, что перепутать-то не мудрено. Вот вы знаете, этой лодочкой однозначно наешься. Здесь никаких вопросов нет. Довольно приличное количество мяса. Лапшичка хорошо, рис с соусом. Все в порядке. Единственное, что Роме, наверное, не очень зайдет, потому что это с кунжутным маслом. Ром, ну ты пробуй, соответственно, вердикт своего носи. На мой взгляд, это та самая лодочка, вот которую хочется на работу с собой взять и в обед сточить. Но, правда, потом поспать придется. Здесь-то это нормально, кстати. Здесь действительно все на обед, они либо домой едут, там покушают, поспят немножко и обратно на работу. То есть здесь сиеста как бы присутствует, как в Испании прям. Ну, Ром, давай тоже быстренько абстрагируйся от кунжутного масла. Слушай, вот как раз хотел сказать, я его даже и не почувствовал. Видимо, его здесь настолько мало, либо он чем-то другим еще этот аромат перебит. Мне говядина вообще понравилась. Насчет риса, соус необычный, я такой особо вроде и не пробовал. Мне, знаешь, что напомнил соус Хой Син. Да, наверное, скорее всего, даже это он и есть. Но он похож на ферментированный, только здесь более вонюченький. У меня дома баночка стоит, она немножко другая по аромату, по запаху. Но, скорее всего, это он и есть. Ну, может быть, какой-то другой производитель или там еще что-то. Спорить не будем. Блюдо хорошее, им наешься и вроде как недорогое. Едем далее. Нам тут говорят, а вам понравились наггетсы? Мы такие, ну да, вообще классные. Тогда попробуйте эти еще наггетсы. Я говорю, да, конечно, давайте заценим, посмотрим. Ну, потому что вот это уже, ну, не классические. Это прям очень серьезно обвалено в соусе и, соответственно, с кунжутом и так далее. Так быстренько и заценим. Значительно более сухие. Ну, это вот те самые сладкие. Я приверженец первых. Я не знаю, за счет чего, если там ты когда кусаешь его, ну, прям сочная курочка. Здесь она более сухая. То, что вкус сладковатый. Ну, соус такой, да, есть такое мнение, что можно вполне себе под сладким соусом. Знаете, как свинина под кисло-сладким. Это такое ощущение, что вот тот самый кисло-сладкий и есть. Все неплохо. Разница только в том, что это более сухая. Забыл, как эти штучки называются. Ток-фоки или троп-локи, как они там. Ну, это тесто обычное. Оно намного дольше жуется, чем курица. Это тесто, я думал, сыр. Нет, тесто. Ну, вот эти кусочки теста у меня заняло некоторое время проживать. Ну, они действительно такие, они вкусненькие, приятные, хорошие. Ничего с ними, как говорится, не так. Так, Ром, по поводу же курочки. Ну, вот если бы ее изначально принесли, я бы сказал, что она даже хорошая. Но в сравнении с первыми нагрецами, ну, такое себе, как бы, не особо их уже хочется. Вот интересно, почему получается, что соус, ну, просто разный соус. Там кляр, здесь под соусом, может, да, здесь в кляре и под соусом. Ну, почему-то чуть-чуть передержан, на мой взгляд. Первые были намного сочнее, приятнее. Ну, и плюс горчичный соус. Может быть, это, знаете, из-за того, что, ну, мы привыкли к более традиционным нашим, что ли. Вот, а здесь, соответственно, получается еще и под кисло-сладким. Ну, да Господь с ним, хорошо, короче говоря. Действительно, нормальный, хороший. Здесь порция мяса чуть ли, кстати, не больше, чем в предыдущем. Да, пожалуй, я бы так количество кусочков оценил, что здесь-то побольше. Ну, вот такое же количество кусочков там, и было бы вообще вот так вот. Едем далее. Ну, а теперь что же, поедем по серьезным блюдам, то есть тарелка, которой наешься. Впрочем, у нас уже она была, но тем не менее. Здесь у нас салат, тонко нашинкованная капуста под майонезом. Я уверен, это тот самый корейский майонез, который сладкий, который мне здесь не очень нравится. Знаете, вот кивпай, он японский, он чем-то похож на вот этот вот самый корейский. Тоже сладкий, тоже не очень. В каких-то местах он прям заходит, но с овощами это совсем другое. Плюс мясо. Что за мясо? Пока не знаю. Здесь похоже какой-то обжаренный фарш. Вообще, я такой салат очень даже люблю, потому что дома сам готовлю, знаете, вот так же мелко нашинкованная капуста. Можно чуть-чуть покрупнее нашинковать туда еще огурец. Можно салат, просто которые листья салата еще порезать и так далее. Яйца можно добавить, и тогда просто шикарно. Ну и плюс свой любимый, естественно, майонез. Так что вот здесь, я уверен, это неплохо. Другое дело, что матик-то немножко не тот. Опять же кунжутный. Ну, на мой взгляд, немножко бедновато. То есть, ну да, капуста, плюс я даже не пойму, что еще. Кунжутные семечки и вот этот самый тыквенный майонез, плюс, соответственно. Ну, давайте мясо. Да, это фарш, котлета. Очень много кляра. Я прям чувствую, как вред входит в мой организм. Вот если с наггетсами, ну, понятное дело, что тоже не особо полезная пища, потому что там куча кляра в масле и так далее. То, что касаемо этой штуки, здесь кроме масла и вот этого вот огромного количества кляра, еще и какой-то непонятный фарш. То ли он куриный, ну, скорее всего, куриный, наверное, да, так похоже. То ли он куриный с рыбным, что-то такой замес. Короче говоря, вот это блюдо, серьезно, это какой-то сумасшедший шок с точки зрения организма. Я не очень такой, Ром. Ну, ладно, если абстрагироваться от здоровости этой пищи, то по вкусу я вот по большому счету тоже уже все описал. Ну, кроме кляра, соответственно, вот набросанной, значит, какой-то приправы сверху, еще что-то и масла, я ничего особенного не почувствовал. Ну, да, какой-то фарш внутри, который ничего из себя не представляет. То есть, представьте, достаточно сухую смесь курицы с рыбой, например, вот как эти котлетки уличные здесь продаются. Ничего особенного, это... Ром. Вот если бы я такое принесли, я не знал бы, что ожидать. Единственное, что бы я съел, это салат, потому что я такой салат очень люблю, только не особо с майонезом, я предпочту смесью оливкового с лаймом. Вот, я такое дома делаю. Да, что нет? А когда я котлету попробовал, у меня было такое ощущение, что я ем просто панировочные сухари, обжаренные в масле, и все. Так по большому счету так и есть, прослоечка мяса оставляет желать лучшего. Здесь, ну, если вот сложить эти два слоя кляра вместе, то они будут толще, чем прослойка мяса. Ну, сами посмотрите, как говорится. Поэтому, на мой взгляд, это блюдо откровенно неудачное. Сколько стоит, не знаю, но я бы за него просто не платил, потому что, на мой взгляд, это невкусно. Ну, невкусно, ты хочешь вкусно поесть? Хрен с ним, ладно, бывает, вот эти вот наггетсы тоже, я говорю уже, нездоровая пища. Но они вкусненькие, поэтому иногда, как говорится, можно. Здесь я не вижу даже смысла есть это иногда. Едем далее. Ну, и, наверное, финальное на сегодня блюдо мы пока еще не решили. Это огромная тарелка мяса с лапшой и с грибами иноки. И девочка любезно нам подсказала, что нужно из этого делать спринг-роллы. Ну, оно и, само собой, намекает, как говорится. Спасибо, что навернула, а я наверну теперь это. Ну, сказать, что это богатый вкус, ничего не сказать. Здесь действительно очень много оттенков. Пожалуй, вот тот самый хайсин вонюченький слегка присутствует. Затем хорошее наполнение. То есть, даже в этом малюсеньком ролике, то, что она там положила несколько кусочков мяса, мясо чувствуется. А здесь, как вы видите, мяса, ну, достаточно много. Серьезно, здесь прям есть что поесть. Это-то и подкупает в данном случае. Грибы имеются, лучок имеется. Да, может быть слегка необычный вкус, но, извините, пожалуйста, а вы пришли в корейский ресторан. Не классической русской кухни, где оливьешка должна быть оливьешкой. А в корейский. Это надо же у корейцев спрашивать, насколько это классический вкус. Ром, мне понравилось. Другое дело, что, ну, вот прям очень много я бы, наверное, не съел. Потому что это очень большая порция. Это очень большая порция. Да, стоит немало. Но в то же время, если это для спринг-роулов, то, соответственно, бери это на компанию и будет нормально. Потому что у них там даже, по-моему, написано два человека, типа, порция на двух человек. Не знаю, что сейчас скажет Рома. На мой взгляд, хорошее блюдо. Необычный вкус, но ты и пришел в необычный ресторан. Богато? Много? Да. Мясо много? Да. Мясо мягкое? Хорошо. Ну, это вот, знаешь, такой вкус, он какой-то странный, но он не противный. И его можно есть, и тебе даже так, ну, такие ощущения, что вроде как даже и нравится. Ты знаешь, похоже, это одно из тех блюд, которые нужно есть некоторое время, и ты к ним проникнешься. Ну, да. Вот что-то типа того, как местная, местная вот тушеная свинина, которую теща у меня здесь готовит, с рыбным соусом. Вот оно делается, там варится, булькает довольно долго. Грудинка, она превращается в очень что-то мягкое. Потом она туда еще яйца кидает, уже очищенные, значит, вкрутую сваренные. И это очень долго у нее там полдня стоит булькает. Ну, часа три-то точно. И, соответственно, я поначалу такой пробую с этим рыбным соусом, там все. Ну, что ты не поймешь. А теперь я и сам готовлю это блюдо. Я у жены спрашиваю, а что мы сегодня будем? Она такая, может, мискали? Говорю, о, а давай. А я давно не готовил. Она там с жженой карамелью, со всеми вот этими необычными делами готовится. Но мне нравится. И, похоже, это блюдо ровно то же самое, как вот, соответственно, у нас с рыбным, теперь у нас. А в Корее вот так вот. Ром, как думаешь? Ну, да, примерно так же я писал, как я был. Ну, вот что-то типа того. Ну, что, может, еще посмотрим? У них там фотки какие-то были. В меню черт ногу сломит, честно говоря. Там все малюсенькое, фоток не видно. А на менюшке были какие-то пельмешки. Может, пельмешками полирнем, а? Да, попробуем. Давайте пельмешками. В Корее-то, вроде, должны быть хорошие. Ну, и вот выбрали мы то, что хотим, что выглядело как с пельмешками. Оказалось, что это суп с лепешками, рисовыми лепешками. Ну, и хорошо. А на заднем плане появились корейцы. Ну, и отлично. Я даже поспособствовал тому, чтобы они сюда присели. Потому что они идут, идут мимо. Такие, о, корейская еда. Мужчина, значит, такой, давайте зайдем. А никого из персонала нет. И они такие уже, не, все, давайте уходить, уходить. Я такой быстренько подсуетился, к девчонкам туда сходил. Вы, говорю, клиентов-то хоть не упускайте. В итоге их посадили. Они мне должны. Дождемся. Супа с рисовыми лепешками. Вот было бы, Рома, интересно, после того, как они покушают, спросить мнение их о корейской вообще еде во Вьетнаме. Потому что, ну, люди, очевидно, путешествуют и гуляют здесь. И в таком закопанном, надо отметить, месте сейчас вот зашли сюда. То есть, люди просто гуляют где угодно. Вот я не знаю, у нас получится дождаться или нет. Грубо говоря, если увидите, значит, получилось. Не увидите, значит, не получилось. Ну, технологии-то на нашей стороне. Мы это сможем, по крайней мере, попытаемся. Сколько этот супешник стоит, не знаю. Тут нам с Ромкой как раз по одной пельмешке и есть. Ну, вот эту вот штуку я не... Нет, это яйцо, Ром. Ты вот говоришь, сыр там какой-то... Нет, похоже, яйцо, знаешь, омлетик обваленный, сделанный такой, а потом брошен в супешник. Плюс, очевидно, дайкон. Еще ломтики дайкона. Слушайте, выглядит неплохо. По крайней мере, вот такие супешники точно интересно попробовать. И черный перчик, который нам здесь специально для этого дела подали. Вот так. Ну, что ж, заценим для начала дайкон с черным перцем. Это дайкон. Это не дайкон, это рисовая лапша, просто тонко порезанная такая. Она, очевидно, толстая была, но вот так ее порезали. Забавное, приношено. Ешь тесто, но при этом, да, что-то есть. Омлет, да. А, тут еще грибочки и ноки присутствуют. Или что это? Или трава какая-то тонкая, не поймешь. Сам бульон прежде всего. Довольно нейтральный. Перец, кстати, очень в тему. Вообще вкусный бульон, хороший. Действительно нравится. Так, ну и здравущая пельмеха. Есть. А вот таких пельмешек-то можно и не одну. Нам с Ромкой тут по одной положили, это они поскромничали. Я в таких пельмешек-то, честно говоря, отдельное выблюдо до десяточек бы точно навернул. Это вкусно. В целом, что могу сказать? Хороший бульон. Прекрасные совершенно пельмешки. Очень здорово, что вот есть такой омлет. Но маловато. Слушайте, вот это одна из лучших штук, которые я сегодня попробовал. Вот не зря все-таки мы в конце решили фоточку ткнуть и такие, ребята, дайте нам это. Ну, пельмешка мне прямо очень понравилась. Я не знаю, там креветка, там хороший фарш, там овощи и так далее. Прям очень вкусная, очень хорошая. Тем более, что заметьте, заметьте, господа, это последнее финальное блюдо. И мы, соответственно, уже все перепробовали. Мы уже достаточно сыты. Впрочем, Рома еще своего мнения не сказал. Но мне очень понравилось. А вот теперь как раз Рома и скажет. Я тоже сначала как ты бульон попробовал, омлет, потом вот этот вот кусок теста и такой-то, ну, ничего, есть можно. А когда я пельмень попробовал, такой, думаю, ни хрена себе, блин, вообще хренеть как вкусно. А я бы таких съел, но вот реально десяток. Да, 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 да. Слушайте, ну вот это вот классная штука. Не знаю, сколько стоит, но так, если на одного брать, ну, соточку с небольшим я бы смело за это заплатил. Потому что здесь ты, в общем-то, поднаешься. Ну да, немножко голодненьким останешься. Может быть, немножко меня смущают вот эти вот рисовые полоски теста. Ну, колорит такой, Господь бы с ним. Вот заместо них столько же положите пельмешек, и тогда будет вот просто вот так вот. Другими словами, это вот хорошая находка. Это вкусное блюдо. Скажите, пожалуйста, еда корейская во Вьетнаме похожа на корейскую еду в Корее? В'имечательство интересного отрока. В доме, давайте посмотрим. Душу fires в кинкови吃ом. В тамбире, друзья. Душу проститута. Р於м 현재 viene ÉtТОLE отрока на корабли по brillому садинамку. Наш такое Essen. Поехали! Давайте обменяемся контактами, и я к вам приеду. В общем, вроде как готовят неплохо здесь. Вот так вроде как получилось даже узнать мнение о местном корейском ресторане у представителей той страны, где это должно быть вкусно. Они говорят, очень даже неплохо. У них свой ресторан и так далее. Что ж сказать, под конец они мне, в общем-то, подняли настроение. Во-первых, с замечательными совершенно пельмешками. Это была находка для меня. Во-вторых, корейцы, которые отзываются неплохо о корейской кухне во Вьетнаме, сказали, что это достаточно вкусно. Тем более, что у них свой известный ресторан в Корее. И если, конечно, не сочиняют, то почему бы и нет? Другими словами, неплохое закопанное местечко, которое понравилось не только мне. Ну а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока. Роме понравилось, корейцам понравилось. Да. Итого у нас получилось миллион четыреста тридцать. Ну и неплохо, потому что на деле мы явно не на двоих. Наверное, на четверых, а то и с половиной что-то. Окей. Еще и презентик сладенький нам дали. Ну, мы его отдали, корейцы. Тарелку. Вторая рука свободная. Взял бы тарелкой, да помог, чтобы не накапать. Ну, как бы, куда мне дальше-то насыщу. Плюс в этот кляр вечно столько еще масла впитывается, как я. Так, ладно, все, хватит. Хайтить. А то еще сейчас в этих самых взорников запишут. Че-че-че. Взорники такие, что? Ура.